В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Максим Козлов. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко об основных событиях. Владимир Жук и председатель проекта «Городская среда» Елена Андреева провели онлайн-прием граждан Подмосковья. Пожалуйста, скажите, какой у вас вопрос? На портале Добродел проходит голосование по выбору мест установки видеокамер системы «Безопасный регион». Такой многоквартирный дом, столько людей, очень много прохожих, просто мимо идущих людей. Конечно, нужны камеры. Дорога Солнцево-Бутово-Видное-Железнодорожный вызывает все больше вопросов. Все беспокоимся по поводу того, что компенсация будет минимальная. Насущные вопросы благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства областному депутату Владимиру Жуку и председателю проекта «Городская среда» Елене Андреевой могли задать участники онлайн-приема для жителей Подмосковья. Ответы на них послушала Юлия Погосян. Во всей стране стартовала неделя приемов по теме жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. Эти вопросы чаще остальных поступают к народным избранникам разных уровней. В Ленинском городском округе неделю приемов открыл депутат Московской областной думы Владимир Жук. «Нерешаемых вопросов нет. Они все известны, стандарты, скажем так, и пути решения их тоже понятны. Например, раздельный сбор мусора – это неудобство, связанное с размещением на первых этажах магазинов, это размещение в квартирах таких собачников, что называется, ну и так далее. То есть все обычные живые вопросы, которые постоянно мы видим, мы слышим и над ними работаем». Прием был организован в Центральной региональной приемной партии «Единая Россия». Он проходил в онлайн-формате, поэтому присоединиться к участию мог любой житель Московской области. По телефону или видеосвязи заранее записалось шесть человек. «Пожалуйста, скажите, какой у вас вопрос?» «Вы спрашивали меня по поводу раздельного сбора мусора по установлению специальной площадки. У нас сейчас в доме нет раздельного мусора из-за того, что нет площадки. Вот как добиться, чтобы ее сделали?» Чтобы давать людям более компетентные ответы на вопросы, на приеме присутствовал руководитель Общественного совета партийного проекта «Городская среда». Долгое время Елена Андреева занимается темой благоустройства территории Московской области. Говорит, проблемы жилищно-коммунального хозяйства отходят на задний план. Большую актуальность последние годы имеет вопрос создания парков и скверов. «Уже от парков и скверов хочется выйти из подъезда и увидеть более наполненные детские площадки. В этом случае мы, конечно, стараемся учитывать все пожелания. Это для разных возрастных категорий наших детишек. Более того, у площадок дворовых изменились критерии. Теперь это и тренажеры для того, чтобы мамочки, папочки и просто старшее поколение могло заниматься своим здоровьем». Пути решения вопросов, с которыми в этот день обратились жители Подмосковья, несколько. Владимир Жук уверен, решить любую проблему будет легче, если к процессу активно подключатся представители компетентных органов, муниципальные депутаты и главы городских округов. Юлия Погосян, Александр Логинов, Сергей Ларин. Видное ТВ. На портале Добродел проходит голосование по выбору мест установки видеокамер системы «Безопасный регион». В Ленинском городском округе можно выбрать один из 20 предложенных адресов. По некоторым из них проехала наша съемочная группа. В феврале этого года на портале Добродел проводилось голосование под названием «Сделаем Подмосковье безопасным вместе». Его цель – собрать предложения жителей, которые позволят повысить уровень безопасности в Подмосковье. От Ленинского городского округа в голосовании приняли участие около полутора тысяч жителей. Было выявлено 54 проблемных участках, часть из которых будет включена в план работы на текущий год. Здесь необходимо будет принять дополнительные меры по повышению уровня безопасности в виде таких, например, мероприятий, как освещение увеличить, организовать маршруты дополнительные патрулирования сотрудниками ОВД и установка видеокамер. Сейчас на портале Добродел запущено новое голосование по выбору мест установки видеокамер системы видеонаблюдения Московской области «Безопасный регион». 20 адресов было выбрано на основе обращений граждан, поступивших в администрацию в 2020 году. Лидер голосования на данный момент – Северный квартал 24. С одной стороны – Большого дома школа, с другой – стройка и ни одной камеры. Сейчас за этот адрес отдано около 40 голосов. Такой многоквартирный дом, столько людей, очень много прохожих, просто мимо идущих людей. Конечно, нужны камеры, потому что хотя бы как-то следить ситуацию. У нас здесь полно детей. Плюс какая-то безопасность. Должна быть в каждом подъезде камера. У знакомых, да. И разбивали стекло, даже вот было такое, да, что поставили машину, хотя она никому не мешала, то есть нормально все стояло около окон, получается, около подъезда. Но все равно разбили, да. Никто, ничего, потому что камеры нет. На втором месте поочередно оказывается то улица Фокина, дом 2, то Олимпийская, дом 1, корпус 2. И там, и там довольно оживленный двор, много машин и людей. Со станции много людей проходит. Идут через наши дворы, проходят. Я думаю, нужны нам камеры. А сами будете голосовать? Да, наверное, поголосую. Двор должен быть обозреваемый, потому что и машины ставят, и мою машину несколько раз поцарапали уже. Также среди вариантов для голосования пять адресов в городе Видное, три точки в рабочем поселке Лопатина, семь Дрожино, по одной в поселках Боброво и Володарского. Напомним, что система «Безопасный регион» создается на территории муниципалитета с 2016 года. На сегодня установлено порядка 2700 видеокамер «Безопасный регион». Надо отметить, что только лишь в прошлом году мы установили 1700 видеокамер. Сегодня задача губернаторам поставлена увеличение данной системы «Безопасное расширение» данной системы «Безопасный регион». И в частности, будет установлено порядка 400 видеокамер в МКД. Проголосовать на портале Добродел за установку камер наблюдения можно до 10 марта включительно. И уже со второго квартала этого года начнется их монтаж. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. Уже несколько месяцев общественность Ленинского округа взбудоражена новостью о скором строительстве дороги Солнцево-Бутово-Видное-Железнодорожный. Проект вызывает немало вопросов. В некоторых местах трасса проходит слишком близко к жилым домам, а где-то и вовсе потребуется их снос. Так, в Садовом товариществе Победа целых 18 домовладений под угрозой исчезновения. Екатерина Коваленко пообщалась с местными жителями. Садовое товарищество Победа появилось почти четверть века назад. С тех пор здесь построены более 150 домовладений. И сейчас 20 из них из-за дороги Солнцево-Бутово-Видное попадают под снос. Для нас это является шоком. Потому что, ну, я не знаю, просто как бы катком пройдут по нашему товариществу. Новость о скором строительстве дороги Солнцево-Бутово-Видное разделила жизнь. Жители Садово, товарищество Победа, что в расторгуевской части города, на до и после. Будущее некоторых домов под вопросом. А те, которые все-таки останутся, будут расположены слишком близко к этому восьмиполосному дублеру МКАДа. У меня гуляют дети сейчас здесь. И после этого, после этой дороги здесь не будет местами гулять. Большинство людей проживают здесь круглый год. И почти для всех это их единственная недвижимость. Поэтому отстаивать свои права они намерены любыми законными способами. Большое, что вы боретесь за нас. Боже мой. Подписано обращение в администрацию президента России и губернатору Подмосковья. Решение проблемы жители Победы видят в переносе автодороги. Просим переноса дороги в район Спирова по незастроенным полям. Перенос! 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 А еще ситуация усугубляется тем, что прямо на землях Победы спроектировали разворотную петлю. Но так ли она нужна – большой вопрос. Ведь в полутора километрах отсюда планируется аналогичный разворот. Местный депутат Гаджимурад Гаджимурадов уверен, это делается для удобства обитателей соседних многоэтажек. А вот о жителях Победы просто забыли. Для этих жителей, государев дома, видного города, нужно развернуться, чтобы поехать, заехать к себе. Они также могут и здесь развернуться, и поехать к себе, и доехать до дома. Это до этого уйдет полторы минуты. Они все равно на машине нет. Они же ни к чему будут. На этом недоработке проекта не заканчивается. Трасса на данном отрезке проходит по охраняемой зоне усадьбы Суханова. Здесь не предусмотрено строительство дорог, не предусмотрены какие-то кардинальные изменения, тем более вырубка возрастных деревьев. Ну и, естественно, она идет по землям исторического культурного наследия. Это никто не отменял. Коренная видновчанка Надежда Староженко всю жизнь хотела жить в собственном доме в Расторгове. Мечта ее сбылась только на пенсии. О том, что коттедж могут сравнять с землей, по словам женщины, ей и в страшном сне не могло присниться. По проекту дорогая черепичная крыша, ютонговские блоки, голицынский кирпич. Понимаете, посажено все это ландшафт. Участка у меня восемь с половиной соток. Вот такая вот ситуация. Все здесь сделано с любовью для того, чтобы провести, извините, остаток своих дней в радости и в счастье. Ее соседи по несчастью – многодетные супруги Ван. Их добротный дом площадью 400 квадратных метров стал уютным семейным гнездышком. Но сейчас его судьба висит на волоске. Рассказывая о ситуации, Елена Ван с трудом сдерживает эмоции. Потому что мы полюбили этот дом. Здесь родился наш младший ребенок. И я не хочу другой дом. Ни при каких обстоятельствах я люблю этот дом. И дети его любят. Все, что мы тут сделали, мы тоже тут делали с любовью. Пока нет никакой ясности и с размером компенсации. Юрий Объедков на строительство дома потратил почти 10 лет жизни. И деньги, вырученные от продажи своей московской квартиры. Все беспокоимся по поводу того, что компенсация будет минимальная. И мы за эти деньги, к сожалению, ничего не сможем в данный момент, в настоящее время, что-то купить или что-то построить еще раз. А кажутся жители Победы победителями или проигравшими, покажет время. Телекомпания Видное ТВ продолжит следить за ситуацией. Екатерина Коваленко, Александр Логинов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ. Видновский спортсмен Матвей Шансон занял первое место в зональном первенстве Московской области по боксу. Для него это первое значимое достижение в официальном соревновании. Но, видимо, далеко не последнее. Судите сами. Вышел, вышел! Уже два с половиной года 13-летний Матвей Шансон не мыслит свою жизнь без бокса. И вот первый весомый результат многочасовых изнуряющих тренировок. Победа в зональном первенстве Московской области по боксу. Выиграл у довольно опытного соперника, который превосходил его в классе, в скорости. Выиграл именно установкой. Установкой на бой слушал, выполнял, показал характер, проявил себя, заслуженно победил. Первенство Московской области стало первым официальным соревнованием, в котором принял участие Матвей. Он в синей форме. Оператором на соревновании выступила мама спортсмена. Вместе с папой они – самые ярые и преданные болельщики. Кричил громче всех. Мама особенно. А маме не страшно? Обычно все-таки женщины как-то бить человеку по лицу. Я с детства не могу, как у Высоцкого поется. Привыкла. Привыкла уже. Сначала страшно, а сейчас ходит с фотоаппаратом, снимает. Теперь, после победы в южной зоне, Матвею Шансону предстоит биться уже на областных соревнованиях, где конкуренция куда выше. Евгений Гусев, председатель федерации бокса Ленинского округа, опытный тренер. Теперь, перед очередными соревнованиями, нагрузки на занятиях значительно возрастают. Еще дополнительные тренировки с тренером отдельно. Не как в группе, а отдельно. Физическая подготовка. По лапам бить. Разные ОФП. Как это ни удивительно, но в Ленинском округе боксерский клуб существует всего три года. По сути, Матвей и ребята, с которыми он занимается, первые боксеры, воспитанные на видновской земле. А победа на соревновании – результат не только тренировок, но и закалки характера. Ну, пришел довольно такой угловатый паренек, с небольшим лишним весом. Начали тренироваться, зажигаем в нем желание. Главное – желание. Главное – желание. Да, удается. Уверен в его характере, в его установке на бой, то, что он слушает тренера – самое главное. Сейчас Матвей тренируется пять раз в неделю. Чтобы справиться с такой нагрузкой, действительно нужно иметь характер и волю. И это проявляется не только на боксерском ринге, но и в повседневной жизни. Он стал учиться лучше в школе, мыслить немножко по-другому стал, дисциплина другая. Уже стал дисциплинированный более, чем был. Ну, помогает спорт очень много. Не бегает там по улицам где-то. Спорт и школа. Вот этот момент, свою первую победу на официальном соревновании, спортсмен, наверное, запомнит навсегда. Но в жизни он старается побеждать иначе и не использовать свои умения. В обычной жизни, может быть, какие-то конфликты возникают, применяешь или все-таки это какой-то табу? Пытаюсь решать, поговорить с человеком. А часто такое возникает? Да нет. Больше меня боятся, чем лезут. Безусловно, Матвей Шансон и его одноклубники пока делают только первые шаги в спорте. Но кто знает, может быть, это начало большого пути. Максим Козлов, Сергей Ларин, Елена Кошелева. Видное ТВ. В сквере «Юность» открылась выставка «Город глазами юных». На ней представлены работы воспитанников фотокружка «Инициатива» муниципального бюджетного учреждения «Энергия». Посмотреть, каким видное видят дети, отправилась наша съемочная группа. Каким видят город его самые юные жители, видновчане, смогут посмотреть на выставке в сквере «Юность». Здесь представлено более 50 работ детей-фотографов. Взгляды детей сквозь объектив на родной город, его жители и достопримечательности представлены на четырех стендах, расположенных под открытым небом в сквере «Юность». Идея организовать выставку фоторабот юных видновчан принадлежит сотрудникам историко-культурного центра. Очень интересно посмотреть, как дети видят наш город. Для них тоже это очень важный момент, что наконец-то их работу увидят жители нашего города. Только 51 фотография из более чем 150 работ была отобрана для выставки. Как отметил руководитель фото-кружка «Инициатива» Владимир Панов, в выборе обращали внимание прежде всего на эмоции, запечатленные на снимках. Мы уже несколько раз, наши работы, наших ребят, воспитанников, участвовали в фото-выставке в историко-культурном центре. Несколько фото-выставок было. И вот пришла идея совместная такая, и нам предложили наши работы показать уже всему городу. Зимние пейзажи, улицы старого города, новогодняя иллюминация, праздники и различные мероприятия. И отдельный стенд, посвященный 75-летию Великой Победы. Именно с парада 9 мая для экспозиции были выбраны три фотографии Даши Мироновой. У нас задание было, мы ходили всем кружком. Мы часто ходим с кружком в разные места, на мероприятия и фотографируем. На фото-выставке представлены работы детей в возрасте от 11 до 16 лет. Но в фотокружке инициативы занимаются и совсем юные. Семилетняя Стефания только начинает пробовать себя в этом искусстве. Я люблю животных фотографировать, птиц и улицу. Мне понравилось, что там легко. Просто берешь, надеваешь на руку, там есть, и фотографируешь. Всем участникам экспозиции «Город глазами юных» директор историко-культурного центра Любовь Польшакова вручила почетные грамоты. Напомним, что выставка будет работать до 31 марта. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ. Двухдневный всероссийский открытый конкурс эстрадно-джазовой музыки «Видный джаз» состоялся в детской школе искусств города Видное. В связи с ограничениями, связанными с пандемией, его провели в дистанционном формате. Всероссийский конкурс «Видный джаз» в детской школе искусств города Видное проводится раз в два года. Его история началась еще в 2013-м. Нынешний год стал для конкурса юбилейным. Прошлый конкурс, он уже стал в статусе всероссийского. И вот это уже пятый конкурс. К сожалению, он в онлайне. Хотелось бы, конечно, очно, но даст Бог. Придет время, да, и все это дело возродится по новой. С приветственной речью конкурсантам обратились исполняющие обязанности начальника управления по делам молодежи, культуры и спорта Ольга Омарова и председатель жюри, российский джазовый тромбонист, композитор и аранжировщик Павел Овчинников. В этом году участие приняли 98 человек из 10 регионов Российской Федерации. Среди них как ученики школ искусств, так и студенты музыкальных колледжей и вузов. Нам будет интересно просмотреть вот эту линию, как развиваются юные музыканты от самого маленького возраста до уже, можно сказать, уже профессионального уровня. Члены жюри оценивали профессиональное владение инструментом, артистичность и присутствие элементов импровизации в выступлении. Ученик Видновской школы искусств Тимофей Гмызин получил самую высокую награду – Гран-при. Всего в Видном джазе Ленинский городской округ представили 15 участников. Это и сольные исполнители, и целые оркестры. Пятеро конкурсантов стали лауреатами первой степени, четыре – ученика Видновской школы искусств второй, двое заняли третье место. Александра Столярова, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова. Видно этого. И это все новости на сегодня. С вами был Максим Козлов. До встречи.